Вот по этим ямам можно увидеть жилу. Вот она, вот видите ямка, вот еще ямка и вот так вот строчка ямок. Можно проследить дедовские копии. Вот здесь даже побольше. Вон там уже Александр эту жилу давно надыбал. О, какие. Какие камушки. Руку положу, чтобы видно было. Там тоже минерализация есть, но очень мелкая. Вот тоже. Угу. 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 Продолжение следует... Вот такие маленькие каверны. Может и есть что-то в них, но уж очень маленькое. Шиповник цветет. Может и есть что-то в этой кварцевой жиле, но не с нашим инструментом ее работать. Ну конечно, если жила идет, идет, и видно, что по ямам она выскакивает на опушку леса, на пашню. И тем более, то имеет смысл пройти по паханому и определиться. Но вот в данном случае получается... Кое-какие камни есть, кварца. Но не тот кварц, который нужен. Поэтому заканчиваем здесь. Переезжаем в другое место. Могучие камни. Пожалуйста, обеденный стол стоит. Скамеечки. Присаживайтесь, кушайте. На здоровье. Там вот карьер. Сверху, конечно, еще лучше видно. Да. Вот перемазки крокаида тут в отвале образца. Вот они такие, небольшие, оранжевые. Тут вот крокаитик вроде сидит. Может видно будет? Голенит тут. Поблюскивает там в примазках крокаида. Да вот даже гранитовая пыль тут. А здесь кварц. Порылся вот в отвале немного. Какие-то крокозябры есть. Но их надо мыть. Кварц. Здесь вот как холцедон. Кварчик тоже. Небольшие кристаллики. О, я! О, я! О, я! О, я! О, я! О, я! Какие-то есть но если свежую жилу так там все видно. А в отвале так, потому что тут все потемнело. Вот тут кракоитик сидит, от лужи. Тоже тут кварчики. Какая-то слюдка попала, традясь ее здесь не видел. Ну, кварц, и кварц вон какой водянистый. Вот это интересно, если бы кристалл попал. Вот тут кракоитик сидит. Хватит вам кусаться. Что мы ищем? Хотелось бы найти, конечно, дружу какого-нибудь кварца вместе с кракоитом и галенитом, чтобы для полного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok